Добрый вечер. С важной подеей милиционеров повиншевало керавництво Управление внутренних справ, их коллеги и ветераны ведомства. Погоны отримались у працовники разных службов и подразделений. Девяти из них присвоено первое специальное звание лейтенант милиции. Среди тех, кому уручен этабельный пистолет Макарова, основным участковые инспекторы и оперативники криминального вышку. Это те, кто, как говорят, правоохолники, працуют на земле и частей из всех может сутыкнуться с ситуацией, которая потребует применение оружия. Тому сирот пожаданий у них одно и чего учало одно – доставать пистолет с кабуры, как Магарадзей, и выкористовывать его в строгой ответственности с законом. Стать офицером – это призвание. Наверное, это какие-то выводы, наверное, в раннем детстве. Наверное, это решение родителей, которые смогли воспитать, вложить, обучить парадку, дисциплине, культуре. А дальше уже формирование и избрание определенной профессии служить нашему отечеству. До других тем. Сегодня у Гомеря отбылась коллегия управления спорту и туризму Абл-Виканкама. Одним из вопросов, которое расследовали во время посещения, стала подрыхтовка в учебных установах Галины до работы в новом научном году. Как было означено на коллегии, спортшколы и центры Олимпийского резерва региона готовы принять выхованцев. На подрыхтовку селета накировали больше за 5,5 миллиардов рублей. Проведены все необходимые ремонтные работы. Причем на ГТМЭТы выкористовывали не только бюджетные сроки. По шпарту готовности до работы в осенне-зимовый период отримали амалюсе теплоспожилцы. Выключение складает только один объект, але и тут отримание необходимых документов с права ближайшего часу. Особливая увага инвентару. От него многим залежит як тренировочный процесс, так и показальные выники. И тут есть проблемы. В среднем установе Галины забеспечены усим необходимым на 70%. Потреба головным чином есть у дорогим обсталяванне, якое не вырабляют на территории краины. Нередко допомагают спонсоры. И когда есть на чем учить, то не за все да есть кого учить. Сегодня не все спортшколы укомплектованы наученцами. Конечно есть, скажем так, примеры положительные, учреждения, которые сегодня укомплектованы на 100% и даже работают уже по привлечению ребят на платной основе в те или иные секции и направления. Но, к сожалению, есть и те школы, которые у нас сегодня идут в отстающих, являются неукомплектованными. И дано небольшой промежуток времени для того, чтобы они эту ситуацию исправили. На протягу четырех опошних месяцев ситуация на рынку працы застаётся стабильной. Зараз узровень беспрацовья на Гомельщине складая 1,2% от агульной колькости экономично-активного насельництва. Наибольшь складанная ситуация означалася на початку года, коли узровень беспрацовья у регионе повеличился на 5%. Такая ситуация отлумачивается некалькими факторами. Утым лику регистрации в центрах занятости людей, которые протягли час официально не працевали. А про то, некоторые предприемства провели оптимизацию занятых на вытворчастях. Зараз для людей, которые шукают работу, открыты курсы по подрыхтовке, переподрыхтовке и повышении квалификации. А про то, в интернете начал функционовать информационный портал Державной службы занятости. Наиму все жадающие могут отримать информацию об ситуации на внутреннем рынке працы, покинуть свое резюме для наймальников и ознайомиться с вакансиями, которые пропонуют сам. Наиболее востребованное на рынке труда по-прежнему сохраняется это в сельском хозяйстве, в строительстве. Требуются как специалисты со средним специальным образованием, так и с высшим. Это вот наиболее сейчас востребовано на настоящий момент. Также сохраняется потребность в медицинских работниках. В Гомеле сегодня открылась фотовыстава «Проекты у особах». Ее герои – люди, про яких не рассказывают официальные пресс-релизы, а якие, между тем, сдолили унести значный уклад в развитие своих регионов. Как найти ключ до успеха, ведает Алексей Нтероу. 26 фотосдымков и, соответственно, 26 инициатив, которые реализованы при финансовой потребности Европейского Союза. В уголе идея распространения проекта по развитию территории уже хороу Беларуси нашла широкую поддержку. Тем больше, что неких обмежеваний утомата ценима. Энергетика, безпека продуктов харчевания, ахова здоровья, адукация, культура. Головное – изменить житё до лепшого для людей, які побачь и себе особисто. Это и мальчик-инвалид-колясочник, который благодаря проекту общается со своими друзьями, миксует музыку, готовит еду и угощает потом своих друзей и родителей. Например, есть героиня Софья, которая всю свою жизнь собирала истории о своём крае. Благодаря проекту она смогла издать книгу, которую теперь можно читать. Что год на реализацию проекта и программ с Беларусью Евросоюз – выдатковые около 20 миллионов евро. Причем, это сопротивление протягивается уже больше 20 годов. Фото-выстава проекта у особых – своясабливая творческая справоздача об зробленном сирот и ее героев, люди, про яких редко узгадывают в офицейных выступлениях, але які насправе уносят реальный уклад у развития беларуских территорий. Заразумело, рассказать об усих у рамках одной выставы немогчима. За весь час реализовано те, ящие реализуются колеса проектов, але головным это досягнуто. Очень большущая география по нашей Беларуси. Мы где-то в день нажали по 900 километров, иногда бывало так. Ну, чтобы на час провести с героем время и сфотографировать. Сложно было придумать концепцию каждого снимка, каждую историю, потому что обязательно было условие, чтобы в кадре была привязка героя к своему проекту, который он представляет. Выстава «Гомель» будет працевать до 22 вересня. Организаторы «Ведьмец» подяются, что она не только станет кореницей корыстной информации, але и подчеркнение же коров региона до распросовки властных проектов. Олег Сентюров, Валерия Гопанько, телерадокомпания «Гомель». «Гомель» протягиваются работы по реконструкции «Набережной Сожа». За три месяца она прибавила маль пау километра удовлетворения. За работой будовников и озеленителей сочила Катярина Сопельникова. На «Набережной Сожа» оживленно, але собрались тут неотпочивальники, колят трехсот человек, будовники и озеленители, які рыхтуют набережную до открытия. На протягу всего лета я не працавали, как представить одновленную участку территории до дня города. Надеемся успеть в дню города. Я думаю, успеем. Будет красиво, если считать, что здесь было просто заросли, кусты. Ничего не было, ни дороги, ничего. Тут створяют полновартостную зону от починку. Змены закранули не только архитектурную участку набережной. И она будет добро осветленной и обсталеванной лавками для наведовольников. Новая территория набережной станет полепшенным протягом иснуючих. «Есть самая старая набережная, потом участок от Лебяжьего пруда и до новой набережной, которая сдаться ко дню города. Это еще 500 метров, на которой мы сейчас находимся. И самая новая набережная – это еще 500 метров». Працовать на эту найновшую участку сегодня приехали помощники. Активисты БРСМ разом с усими жадающими долучились до работ. Допомогали справой. Ребята пофарбовали больше за 100 метров плоту. «Пришло гораздо больше ребят, чем планировалось. То есть мы думали насобирать человек 15, пришло 25-30». С уместными намаганиями отновляется набережная Сожа. Разом не только веселей, а и продуктивней. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Початок навучального года – отказный час для педагога у Гомельского областного эколога-биологического центра «Детей и молодцы». С приходом новых выхованцев у работу вводится новая форма навучанья и где распроцовка методик выкладанья. Так, в этом навучальном годе маленькие экознайки уже с двух готового взрослого смогут спастигать язык экологичной адукации как в традиционной школе ранних развитиям, так и в новом объединении по интересах экознайка по английску. Знайомство с усим юных кружковцев с флорой и фауной тут проходит в зрозумелой для их взрослого в музыкальной форме на замежной мове. Знайдется место в центре и для объединений юных кинологов. Еще один новый накерунок, который Экоцентр презентует выхованцам в этом году – флористическая майстерня. В свою очередь, да в делу в экологическом практике, который включает работу с кветками и с живелами, педагоги планыют притягивать не только навучанцев экошколы, но и школьников разного взрослого. Также у нас флористическая лепка откроется в этом году. Такое направление – это лепка из полимерной глины и холодного фарфора. Продолжается работа по экологическому образованию в заказниках. Это путешествия, это походы исследовательские. У интернет трапила цикавая видео про кони, яке пасвелись на одной из наибольша живленных автодорог областного центра и забеспечили километровую автомобильную пробку. Короткий ролик поглядели тысячи корыстальников популярного видеохостингу. Запис видеорегистратора разместил СЦ1 с видовожцем дорожного коллапсу. На улице Фрунзе, в районе припынку Лухавая, перед автомобильным мостом, жаробя и дорослый конь своим заявлением на автодорозе перешкоджали проезду автотранспорту. Прога этому ладальников живел поблизу не было. По словах видовожцев, затор на дорозе скончился только после того, как кони самостоинно звернули с трассы в бок и кубовки. Держа автоинспекция просит поведомлять об таких фактах. За безотказное утримание живел господаров будут притягивать до администрацииной отказности. И об спорте. У Гомеле пройшло свято баскетбола. По часу рачистого открытия сезона болельщикам представили гульцов, мужчинской и жаночей команд баскетбольного клуба «Гомельсош». Центральной подеей стала гульня гомельских девчат супрать одной из моцнейших команд краины – столичного горизонта. Шматликие конкурсы утымлику на самого трапного и гучного. Призы, выступления чар-лидеров и вядома шмат баскетбола. Организаторы зарабили усек, а болельщики не сумовали. Баскетбольных святов подобного масштаба в областном центре не проводили уже давно. Зараз, напевно, такое мероприемство потребно, как Николе. В минулом сезоне гомельский клуб сутыкнулся с великими финансовыми тяжкостями. За отсутствие грошей пришлось разведаться с ведущими гульцами. Их место – занявание вопытная молодь. Увы, не ку-мужчины завершили чемпионат на сёмом ротку, а девчата – на шостым. Зараз финансовая ситуация лепшей не стала, а тому, как команда зусим не изникла, сталку зарабили на властных выхованцах. Задача – сохранить баскетбол в Гомельской области. Ну и воспитать хотя бы пару человек, которых может быть, если поменяется ситуация в лучшую сторону, отдать немножко дальше в команду более высших достижений. И, с оправдой, подчас представления мужчинской команды бачено, что середний взрослый гульцов не больше за 18 годов. Уже ночью команде ситуация амалина логичная. Команда сохранилась в полном составе прошлогоднего чемпионата. Единственное, добавились у нас две девочки на ремичу, которая играла за нас, и идём переговоры ещё с девушкой из Минска одной. А так, в принципе, команда того года. И добавилась молодёжь наша, которая по возрасту подходит уже к участию в чемпионат в этом году. Поэтому команда полностью сформирована с гомельских посмитовников. Центральной подеей свято стала гульня Сожа и Горизонта. Соперник сурьёзный. У минулым сезоне столичные баскетболистки выиграли сребро национального чемпионату. Обязвие команды только начинают под рыхтоку до нового сезона, а тому кондиции ещё далёкие от идеальных. Недзе не хапало худкости, недзе взаеморазумения. Однако гомельская молодь сдолила навязать боротьбу больше опытному сопернику. И новоспеченному галунному тренеру Горизонта Наталье Трофимовой, для якой, до речи, гэта гульня была дебютной у новом статусе, пришлось опахваляваться. За кошт майстерства Минчанки довели матч до перемоги 56-45. Поражение гомельчанок особливо не засмутило. Галунный выник не ляжвый на табло, одобрый настрой и осолода от гульни. Конечно, хотелось бы побольше таких вот именно матчей выставочных, чтобы привлекали как можно больше зрителей на трибуны. Все-таки баскетбол – это интересная игра. У нас определенные успехи на уровне сборных. И хотелось бы, чтобы как можно больше все-таки приходила, занималась этим баскетболом и смотрела тоже, болела за нас. Новый баскетбольный сезон стартует к астрышнику. И застается сподеваться, что на гульнях гомельских команд болельщиков будет сбираться не меньше, чем на этом свете. Потримка с трибуны обовязково станет добрым мотиватором для спортсменов. Максим Савин, Вольга Вальченко, Валерий Гопанько, Телерадио Компания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах Телерадио Компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете. По адресу www.tvrgomel.by. Этот выпуск завершен. Наступный глядите завтра на телеканале «Беларусь-2» у 7х1 ранецы. Усяго доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова